Слушайте, вот как раз у нас только что закончился стрим, значит, посидели, классно поболтали, починили этот MacBook. И просто я для истории зафиксирую вот ту вебку-iPhone, которую мы пользовались. iPhone просто жутко перегревался, который вот нам выдавал изображение на рабочий стол, и я на него вот так намотал скотч. Значит, у нас тут вот такой красивый радиатор, здесь вот такой вот классный радиатор, но этому пришел конец, потому что нам прям задонатили на целую вебку. Поэтому сейчас буду искать, какую вебку надо купить лучше всего, поэтому закончились те времена, ну вы поняли, да? Классно, классно. Видите, асусовые радиаторы, которые были на хабе у нас тут на чипсетах стояли, теперь у нас украшают iPhone. Она помогала, отсрочивала, хорошее слово, время как бы выключения iPhone, перегрева его, но все равно не спасала, все равно у нас уходил в перегрев. Такая красота! Скажешь, свистнешь. Друзья, не знаю, как у вас, а у нас 15 марта. Никто даже не заметил, да, что месяц ежедневника просто-напросто не было. Не, он вообще не месяц не был, там несколько недель. Вообще, во-первых, так, для тех, кто первый раз здесь, например, не знает, что вообще здесь происходит, мы находимся в городе Белгороде, в компьютерной мастерской Happy PC. Здесь мы показываем то, как живет, работает сервисный центр, прямо изнутри. Не там из приемки, где вы, знаете, заглядываете и думаете, что мы с моим компьютером делаем, а прямо здесь, вот в центре, эпицентре событий. Здесь ваши компьютеры разобраны, они проверяются, тестируются, диагностируются. Все происходит именно здесь, вот в этом месте. Вот, то есть это вот у нас такая приятная, милая компьютерная мастерская, где мы показываем то, как все происходит на самом деле. Вот. Сегодня у нас, почему я решил записать это чуть попозже, а так в целом давайте спросим у парней, как вообще дела. Потому что мы давно не спрашивали, наверняка у них много интересных событий. Миша, ты, потому что Саша далеко. Всем привет. Ну, у меня на столе сегодня интересный аппарат, довольно-таки старенький. В-3? В-3, но очень интересный. И у них одна такая постоянная-постоянная, типа ушко есть, проблемка. Ага, ну давай, давай. Давай. Вот просто откидываем вот эту. А, а, всегда заливается это дело. Да, всегда через клавиши, через вот эти вот клавиши, всегда заливается водичка. И да, она попадает прямо на такое очень интересное место. Да. И ноутбук перестает включаться. Угу. То есть это... Сколько ты таких В-3 сделал? Ой, да я не знаю, может десятка-два. Десятка... Саша, такие В-3 сколько тебе попадались? Сейчас, будешь, стой, 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 стой. Вот эти вот, которые под клавиатуру залетали. Больше ста. Больше ста, вот прикиньте, да, ну за стыну сколько там, двадцатка, да, больше лет у практики. Мне такой попался, может, там, раза два. То есть я еще маленький, зелененький. Ну, собственно... Уже знаешь, что восстанавливать, да? Да, устранить это и посмотреть, что дальше. Ну, я думаю, скорее всего, обойдемся этим и максимумом прошивкой. А это можно назвать максимальной классикой жанры? Это? Ну, это, как сказать, это... Это залитие и несложное, но и нелегкое. Оценить, то есть... Оценить пораженное место невозможно 100%. Но в большинстве случаев 80% отмываешь обвязку, пропаиваешь и, в принципе, запускается. Короче, классика жанра на 80%. Вот так вот. Хорошо. Миш, что у тебя еще есть, интересно? Да, и, в принципе, ну, попечатываем иногда что-нибудь. Какие-то тут чекушки печатаешь. Да, чекушку с магазинами укажу. Так, ладно, нам стыдно. Сейчас, подожди, вернемся к этому. Обязательно. Мне очень стыдно, и к этому мы еще вернемся. Сейчас давайте закончим со всем происходящим. Вот такие стоечки печатаю. Это поддержки видеокарт. То есть, в мелкие корпуса, да, ребята, нет-нет, приходят, мешать напечатай, ну, срочно надо, карта тяжелая, провисает, сейчас все будет. Действительно, вот, реально, прям приходят, прибегают, такие, срочно нужна какая-нибудь стойка для видеокарты, вот, прям сразу, срочно, это, ну, очень актуальная тема оказалась. Поэтому, реально, вот, классно, когда есть много подставок под видеокарты, потому что видеокарты сейчас просто 60-слотовые, они огромные, они тяжелые, они провисают, и очень важно иметь вот такие штуки, побольше, поменьше. Поэтому Миша занимается благим делом. Да, и как бы я еще думаю, ну, кое-какой проектик запустить, и потихонечку начинаю настраивать, думаю, может быть, стрим запущу, именно печати, 3D-печати. Понятно. Возможно, это выйдет на канале. Понятно. Будет на канале у нас, значит, стримы, так, и поэтому мы, соответственно, будем показывать, как там все печатается. Будем донат собирать, да, да, Миш? Да, нет, не в донатах дело, просто интересные вещи, если будут у нас. Так, что там у тебя? Да, М5, погнули ножки. Ножки погнули? Ммм, красота. Тут, ну, не шибко сильно, тут не видно толком, но они погнутые, когда Миша с собой, ну, кажется, все. Ну, вот, Миш, возьмешься или занят сильно? Не, ну, ладно, давай, кинь сюда, положи ее, сейчас сделаем. Так, хорошо, ладно, Саша, расскажи, как дела? Ой, у тебя вентиляторы. Вот, вот, человек, который может вентиляторы разобрать, вот, до самого конца, как неразборные вентиляторы, они разбираются, вот, оказывается, у Саши. Так, сейчас я окно закрою. Ну, это секрет, во-первых, был. Секрет? А, ну, знаю. Я не хотел это все, как бы, рекламировать, да, большинство вентиляторов я могу, я могу разобрать, потому что часто происходит ситуация, даже, наверное, от тебя меньше зависящее, в моем случае приходит вентилятор, да, он там числится как альтернатива, либо подходящий, соответственно, он, это копия какая-либо, там, какого-то производителя, модель чайна. Потому что, смотри, такого официального производителя, наверное, нигде не встретишь. Чаще встречаем мы в современных аппаратах. Вот такая маркировка. Вот такая, это какая? Да. ФЦН. А можно мне еще раз тупо, потому что... Вот, это самое современное. Ну, тут уже нету этикетки. Сложность состоит в том, что он числится как альтернатива, но не альтернатива от слова совсем, потому что, ну, никаким способом его туда не поставишь. Хотя заявлено, что он якобы 100% подходящий. И маркировка указана твоя, вот. И хуже всего, когда ты надеешься на кого-то, что ты сейчас закажешь у стороннего поставщика, да, который тоже занимается ремонтом или комплектующими. И приходит тебе эта деталь, и ты понимаешь, что если бы ты ее заказывал сам, никогда в жизни ты бы ее не купил. Потому что она вообще, ну, не подходит, ну, никак. То есть, корпусная часть не подходит, или распиновка? Он визуально... Не, сейчас покажу. Давай. Мне нужно было... Чтобы понять, а то в каком состоянии. Чтобы понимать, да, нам нужно было всего этого добра... Ну, давай оценим вот эти стороны. Ага. Это они как взаимозаменяющие. Ну, тут видим, что вот это вот, да, у нас как-то торчит эта часть. Здесь угол срезан. Здесь угол подрезан. Повесить. Ну, давай это сюда накинем. Так, хотя бы. Ну, понимаем, что это совсем не то. Ну, короче... Они немного похожи. Болты не туда, да, закругли. Крепление не сходится. Вот это все это пропиливал я сам. Я все-таки уже хотел вот туда адаптировать, но дальше, вот Женек, распинок. Самое важное. Абсолютно просто другая. Они разные. От слова совсем. Ну, и как бы вот тебе все выводы. Печали было? Да. И вот сейчас приходится, да, из всего на свете собрать... Я надеялся в компетентность просто других людей, которые как бы заказывают комплектующие. Я считал, что они все-таки так же внимательно к этому относятся. На самом деле нет. Он посмотрел, да, по модели подходит. Все. Все, заказал и как бы переслал это мне. Соответственно, что я понимаю, что это не то. Вот приходится что-то из всего этого теперь изобретать. Ну, короче, видите, опять... Сроки поджимают. Надо что-то делать. Ладно, спасибо, Саш, большое. Пожелаем удачи. Потому что это реально творческая работа. Надо создать из ничего. Здравствуйте, Олег. Как ваше дело? Вам какой-то номер? Так, сейчас перебивочку сделаем. Так, раз, два, три. Есть? Есть связь, канал, да? Есть... Смотрите, мы немножко перебивку сделали. Усаживаемся на мое место. Тут вот к нам Влад подбежал... Что ж такое? Вик, я его сегодня только принял. А кто ему звонил? Без понятия. Без понятия. Ну, вот на этот вопрос не могу тебе ответить. Ноутбук, вот он лежит. И они даже еще не занимались. А зачем человеку звонили? Прости, пожалуйста, я не знаю. Прости, пожалуйста. Идите отсюда. На камеру. Так и не надо говорить. Я тебя кто-то заставляет. Ты можешь выйти, пожалуйста? Вы можете снимать в турнире, за меньше ходят. Хорошо, хорошо. Так, в очередной раз мы делаем перебивку. Садимся уже на мое место, потому что у парней я уже все поспрашивал. Они вроде сказали, что у них все хорошо, но вы сами все видели. У нас сейчас Влад забежал, говорит, надо сокет поправить ножку. У меня уж есть вот эта штуковина. Называется микроскоп с камерой. Найдите 10 отличий. Это называется? Да. Дурацкое название. Короче, какая... Ну, погляди, вот погляди. Найдите 10 отличий между вот этими пинами. Вот, вот это крылья. Правильно. А еще смотри, у него этот, видишь, тут немножко поцарапанная эта фигня. Вот, сейчас попытаемся выровнять. Конечно же, на камеру я сделаю это просто отвратительно, потому что это так и работает всегда. Когда ты в тишине, когда никто не видит, как ты там что делаешь, все получается идеально. Ты такой весь классный, молодец. А когда ты на камеру пытаешься что-то показать, сразу руки и крюки из ниоткуда вылазят. Так, ее надо сначала выровнять в одной плоскости. Это на пинцете. Не волосы, это ворс. Ой, какой ужас. Так, близко к правде. Ну, мы не сделаем идеально, ясно? Я к этому не стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы она была хотя бы немного по высоте, в общем, одинаково с другими. Давай, пожалуйста. Отвратительно, правда? Вот смотрите. Но! Идея какая? Сейчас контакт будет. Ну, то есть, он не сильно загнут туда. Он сейчас на высоте примерно одинаковый. Все. Типа мы молодцы, починили. Хотя выглядит, конечно, да. Конечно, нагадкий утенок какой-то среди всех остальных таких, знаете, марширующих в такт пинов. Это такой, типа, невыспавшийся. Ну, ладно, все, давайте. Не важно. Это все не важно. Главное, что поработало, правда? Вот. Мы же, как бы, не за красоту только боремся. Давайте я сейчас сразу отнесу ее, потому что это надо убрать куда подальше. Потому что это AMD. AMD ломается просто так. Влад. Где Влад? Влад там занят. Сюда кладем, потом к нему подойдем обязательно. Ладно, побежали к нам на наше место. И теперь мы распакуем то, что мы должны давно были уже распаковать. Знаете, уже руки чешутся. Это штуковина. Мы с вами собирали на стриме денежки на эту красоту. И это у нас... Сейчас, у меня тут микроскоп с ума сходит. Это у нас программатор. Тот самый, который так давно хотели. Это RT809H. Это старшая версия РТшек. Я пользовался RT809F. И он такой маленький, компактненький. И вот как раз самостоятельно подбирает сам флешечки. То есть не надо это делать вручную. Все делает очень красиво и хорошо. И этот аппарат же у нас более серьезный, крутой. И на него также, знаете, он может делать все. То есть начиная от прошивки BIOS'а до прошивки там тех же матриц. Делает это все быстро и качественно. То есть имейте в виду. Так, у меня опять с ума сходит мой телефон. Ладно, уже все. Все, уже надо смотреть. И, кстати, пришел, как ни странно, очень быстро. Заказывали в Китае. И вон, смотрите, какая коробочка. Ну, это транспортировочная, что мы понимаем. Смотрите, какой он огромный. Он похож на свод. Только свод вот такой вот где-то. А этот еще. Он похож на Dendy. Сюда картриджи вставляешь, да? Ну, примерно такая ситуация и происходит. Ладно, распаковываем и смотрим, что там. Ух, ё-моё! Он просто огромен. Мих, посмотри. Просто ты посмотри на него. Он просто гигантский. Не, реально свод по сравнению с ним. Это вообще... Ох ты! Ты прикинь! HDMI выход. Обязательно. Здесь внутри компьютер, да, еще? Вот это да. Блочок есть внутри тоже? Блочок. Блочок. А, блочка нет. Где? Блочка нет. Посмотри, посмотри. А зачем он нужен вообще? Питать эту фигню. Ты посмотри, все есть. Слушайте, отлично. У нас... Мы купили неполный комплект. Потому что вся эта периферия у нас есть. Нет, мы полный купили, но не максимальная. Ну, да, типа не максимальная. Здесь у нас, видите, и под шлейфы матриц. То есть, что-то... Точнее, под клавиатуры. Это у нас мульты шить. И под матриц, наверное, нет. О, прищепка, смотри. Прищепка! Наконец-то попробуем ей прошить. Прищепка нужна для того, чтобы не отпаивая, соответственно, нам... Просто вот так вот прищемил и запрошился. Крыто, да? Офигенно. Ну, не все. И она работает, ну, через раз, на самом деле. Да, она работает не на всех. Она работает на материнских платах. Но, опять же, не на всех. Потому что питание распределяется по материнской плате. Вот. А если питание по материнской плате распыляется, соответственно, программатор не вытягивает все. Ну, и прошивка не прошивается полноценно. Вот. Либо ножки перерезать, чтобы ее отделить. Ну, это колхоз, по сути. Проще тогда лучше отпаять ей по-нормальному. Просто для тех, кто вообще понимает, что это такое. Вот тритон, если что, да? И вот эта вот махина. Тритон тоже огромный, на самом деле. Огромный. Ну, толщина интерфейсов куда поменьше. Ну, просто, конечно... Но здесь зато тритон прикол в том, что ты его можешь вообще без компьютера прошивать что-либо. Ну, то есть... Вау. Вау. Прикиньте. Это круто. Супер. Будем его, в общем, испытывать, реализовывать, пробовать. В общем, безумно интересно. Спасибо вам за то, что вы поддержали нас. И теперь мы имеем вот такой классный программатор. Друзья, еще одна перебивочка. Сразу возвращаемся к Мише. Потому что у него есть что нам рассказать. Ну, Женя, ну, по сути, онлайн нам чинит. Давай, подрубай его. Ну, вот я немножко зачистил и все. Ну, обнулил биос. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Одно потребление он смотрит. Не, оно потребление. Это у меня за полотенцем удивили, такой щекка в стенах. О, пикнул. Засверкал огонек. Это означает, инициализация прошла. То есть, это значит, что у нас, скорее всего, есть картинка. Да. У нас, скорее всего, есть картинка. Ну, наполовину. Мы же не знаем, есть картинка или нет. Живая матрица или нет. А как у нас наполовину? Не знаю. Паздра. Да. Так, все, Миш, дай-ка мне этот микрофончик, потому что мне меньше монтировать. Вот это я не хочу монтировать. Так, а теперь разворачивайся на 180 миллионов градусов, посмотрим туда. Вот. Это iMac. iMac. iMac, он попадал уже на основной канал, к Дане. Мы немножко говорили о том, что, в общем, купил клиент iMac. Пользовался долго и счастливо. Полгода назад решил его отдать на чистку и апгрейд. Ему поставили туда SSD, почистили его, все хорошо. Но через полгода он начал себя очень плохо вести. Ну, да, это, знаете, на пожелание клиента, в принципе. Смотрите, ситуация какая. Сейчас, что произошло? Клиент нам спустя полгода приносит и говорит, все, умер. Он сначала выдавал там черную картинку, мигал, а теперь в конечном итоге просто черный экран. И в самые последние разы он просто не включался. Просто не включался. Короче, грустная история. И такой, окей, разбираем, смотрим, видим, что там его просто обслужили, ну, наиужаснейшим способом. Просто невыносимо. Там термопрокладки подобраны неправильно. Вы все эти фотографии сейчас видите. И я это все, естественно, вставлю. Вот. И еще, что здесь неправильно было. А, там весь сокет был весь в замятых ножках. После восстановления всего и вся эта фиговина заработала. Вот. И у нас выдало картинку. Но, что интересно, в прошлом сервисе они плохо охлад затянули. Они неправильно подобрали термопрокладки. И в итоге прижима на GPU вообще не было. GPU просто охлаждался воздухом. Вот так вот. Классно. И, соответственно, там еще ножки были все замяты. И все это после обслуживания. Вот такой вот прикол. Сейчас что было сделано? Все это восстановили. Все это сделали. Все хорошо. Но самое интересное, что они за эту работу вместе с SSD. Хорошим, сансунговским, который стоил там 7 тысяч. Все вместе они взяли 25 тысяч рублей. Ого. Как бы много. Это прилично много. Но в итоге, вот видите, обслуживание. Какая адекватная цена, если ты говоришь, что 25 тысяч рублей? Ну, до десятки. До десятки, наверное. До десятки. Это плюс-минус кто как хочет делать. До десятки. Учитывая, что там одна проклейка недешевая. Поэтому до десятки это нормально. Не учитывая детали. Вот. Хорошо. И в итоге принесли нам, восстановили. Все хорошо. Сейчас он работает. Но вот такой неприятный инцидент произошел. Сейчас будем разбираться с сервисом. Сервис, кстати, вышел на встречу. Сказал без проблем. Походу это реально наш косяк. Все исправим. Все сделаем. В итоге сейчас я его заканчиваю. И мы, соответственно, что сделаем? Правильно. Поговорим с тем сервисом. И там, может, они компенсируют все. Затраты. И вот сейчас восстановление наше. То есть затраты его компенсируют. И, может, там вернут деньги за обслуживание. Ну, я не знаю. К примеру. Вот. Я еще пока точно не знаю. Но главное, что сервис пошел на встречу. Свои косяки исправляет. А это супер важно на самом деле. Есть те, которые скажут, типа, нет, идут на попятны. Никогда не пойдут на встречу. В этом случае все хорошо. То есть всегда нужно признавать свои ошибки. Это очень дорогого стоит. Потому что ошибки делают все. Не важно, кто ты. Профессионал, новичок. Ошибка она будет. И исправить ее надо. В общем, выйти надо красиво. И с пользой для всех. Это очень важно. Главное, что iMac живой. Видеокарта жива. 4Mark крутит. Сейчас у нас здесь очень жарко. 90 на GPU. Это, в общем, подобрано сейчас все правильно. Но Mac'и, они, блин, горячие. На самом деле очень горячие. Ну, ладно. В принципе, я его уже долго мучил. Все хорошо. В принципе. Поэтому такая вот история. Сегодня получился какой-то сумбурный, длинный ежедневник, который нифига не ежедневный. Поэтому, друзья, спасибо вообще вам, что вы смотрите, посещаете наши стримы. И до скорого.